библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин и мы с вами на библейском портале экзегет мы с вами продолжаем читать вторую книгу макареев и сегодня 12 глава мы читаем по небольшим отрывкам и их разбираем и так по окончании этих договоров лисий отправился к царю и иудеи принялись занялись земледелием ну давайте здесь разберемся кто такой лисий кто такой царь который здесь назван и что за договоры значит лисий это регент который после смерти антиоха 4 епифана заботиться о сыне царе которого зовут антиох 5 и ему всего там где девять десять лет поэтому лисий конечно занимает очень важное положение что за договоры это договоры которые заключили евреи с царем через лисия о том чтобы царская власть не вмешивалась дела евреев но далеко не все приняли эти договоры и оставили евреев в покое ну и вот дальше рассказывается что там происходило но из местных военачальников тимофей и аполлоний сын гинея равно как и ироним и димофон и сверх того не конор начальник кипра не давали им жить в покое безопасности значит местные военачальники так называемые стратеги то есть царская власть размещала по городам небольшие гарнизоны и ставила правителями вот этих городов и этих гарнизонов специальных людей которые здесь названы начальниками по греческим стратеги стратегами эти люди которые здесь перечислены они упомянуты раньше в тексте некоторые из них продолжат там упоминаться в последующих текстах но и вот возможно царская власть за того что царь маленький немножко подослабо и поэтому вот эти стратеги решают все-таки так из-под тяжка вредить евреям ну и дальше рассказывается одна из историй как это происходило и опийцы же совершили такое безможное дело они пригласили живущих с ними иудеев с их женами детьми зайти на приготовленными лодки как бы не имея против них никакого зла и когда они согласились ибо желали сохранить мир и не имея никакого подозрения тогда по общему приговору города и опийцы отплыв потопили их не менее двухсот человек ну давайте здесь разбираться где это и опия это современный город яфа он находится на побережье средиземного моря и вот они язычники но вместе с ними в этом же городе живут и иудеи и устраивается какой-то праздник какой праздник неизвестно потому что сложно определить дату да и скорее всего это был какой-то местный праздник и до нас сведения о нем не дошли они устраивают праздник на этот праздник приглашают евреев покататься на лодках видимо какое-то какое-то мероприятие какое-то действие и евреи чтобы не портить отношения с местными поднимаются на эти лодки их просто-то вместе с лодками топят когда иуду узнав о таком жестокости совершенной на иноплеменниками объявил о том бывшим с ним и призвав всем праведную судьи бога пошел против скверных убийц братьев зажег ночью пристань и жег лодки а сбежавших туда умертвил а так как это место было заперто то он отошел в доме и опять прийти истребить общество иопийцев значит иуда это понятно иуда маковей собирает войско отправляется к этому городу но сам город обнесен стеною а вот пристань где все происходило она находится отдельно и поэтому он нападает на эту пристань все и уничтожает а это все-таки очень сильный удар потому что город портовый и гибель пристани это удар по городу однако он не может взять этот город но обещает вернуться и этот город уничтожить узнав же что и жители ямни хотят таким же образом поступить собедавшими там иудеями он напал ночью и на ямнитян и зажег пристань с кораблями так что пламя было видно в русалиме за 240 стадий значит что за город ямния у нас так ямния да ну обычно произносит ямния это город который сейчас находится недалеко от тель-авива даже более того входит в черту тель-авива но тель-авив это город такой достаточно современный а ямния это очень очень древний город вот и он находится не на побережье а где-то 3-4 километра от береговой линии и у них такая же ситуация сам город укрепленный и пристань находящиеся там за несколько километров а она тоже уничтожается она так сильно горит что видна в иерусалим за 240 стадий 240 стадий это где-то 77 78 километров там правда надо иерусалима чуть чуть больше там где-то 340 стадий но видимо огонь был настолько сильный что вот зарево от пожара было видно далеко но угроза которая надвисла на нависла над иудеями никуда не девается и поэтому иуда устраивает поход поход галат где находится галат ну если вы представите карту то вот наверху пока на карте тивериадское море значит из него вытекает иордан и вот галат находится за тивериадским озером за иорданом то есть на восточном берегу реки орда когда же они отошли оттуда на 10 стадий направляясь против тимофея то напали на их арабы ними не менее 5500 всадников сражение было жестокое и когда бывшие суды при помощи может держали победу то потерпевшие поражение намады арабы просили иуду о мире обещав доставлять им скот и в другом быть полезными иуду же понимая что они действительно во многом могут быть полезны согласился заключить с ними мир заключив же мир они у они удались свои палатки ну давайте здесь разбираться скорее всего здесь есть какой-то пропуск потому что 9 стадия совсем коротенькое расстояние там пару километров и и если эта речь идет я мне то понятно что поход в галат уже идет и видимо был пропущен пропущены какие-то события и вот отошли на 9 стадий и на них нападают вот эти арабы это бедуины есть мнение что это народ который называется на батеи но здесь мы можем понять что это те люди которые жили в палатках то есть были кочевниками идет битва битва заканчивается победой иуды и иуда заключает мир с этими арабами мы читаем дальше еще напал он на один город с крепким мостом окруженной стенами и населены разными народами по имени к к спин жители надеясь на крепость стен и запас продовольствия поступили очень дерзко злословие бывших сауды богохульство и произнося неподобающей речи но бывшие суда призвав на помощь великого владыку мира который без стенобитных машин и орудия разрушил ерехон во времена иисуса зверски бросились на стену при помощи божьей они взяли город и произвели бесчисленные убийства так что ближайшее озеро имеющие две стадии в ширину казалось наполненное кровью дальше в этой главе перечисляются разные города и исследователи предполагают разную локализации этих городов где они находились единственным можем предположить что они находились вот как раз в галааде то есть какой это город ну сложно сказать есть там предположением но в этой истории интересна отсылка к книге иисуса новина когда иисус новин перешел и ордан и приблизился к ирехону ходили они вокруг ирехона 6 дней молча а на седьмой день обошли несколько раз затрубили трубы и стены рухнули его здесь вспоминается эта история здесь конечно стены не рухнули но евреи вместе с предводительством иисуса новина конечно как бы воодушевленной той истории бросались но здесь вот хотелось бы обратить внимание так интересно особенность еврейского языка они зверски бросились на стены у нас там слово зверски или звериная ярость скорее такая знаете что-то животное такое низменное в библии ну или в конкретно в этой книге конечно это такое ну как бы с лидвиной смелостью бросились скорее так можно перевести или пересказать вот город они захватили они этот город был уничтожен и можно понять почему эта война идет она война не идет ради самой войны евреев не так уж много чтобы воевать скорее всего эта война для защиты евреев либо отмщения за те преступления которые совершали язычников против евреев идемте дальше отойдя оттуда на 750 стадий они пришли харак к иудеем называемые туинами но не застали там тимофея который ничего не сделав удалился из этой страны оставив прочим в одном месте очень крепкую стражу посему досифей и сосипатор из бывших с маковеем вождями отправили и побили оставленный тимофеем крепости людей более 10 тысяч ну здесь тоже очень интересно перечисляются разные имена разные названия из значит 750 стадий это около 130 километров с характер скорее всего это не название какого-то города а это название крепости то есть вернее точнее это слово которое обозначает крепость поэтому какой город какой крепости речи непонятно иудеи называется называемый туинами это иудеи из так называемой земли тоф слово тоф это земля хорошая какая-то территория называлась землю хорошей мы где скорее всего тоже в этом глади значит тимофей который начал гонение на евреев но однако убегает потому что ничего не может сделать против евреев значит и он бежит из одной крепости в другую оставляя гарнизоны в этих крепостях но евреи захватывают этим захватывают эти крепости здесь что интересно в девятнадцатом стихе упомяна до сифе и сосипатором это чисто греческие имена и скорее всего следующее это не греки и не греки и не евреи которые жили в греческом окружении скорее все это следующее евреи имели конечно свои имена но когда они общались с греками то они свои имена как бы переводили на греческий лад ну мы помним что апостол павел это его не настоящее имя а его настоящее мясо воли шауль вот но он использовал вот это имя для внешнего мира поэтому до сифе и сосипатор это скорее всего такие внешние имена хорошо тогда мы макавей разделился войска на отряды поставил их то есть до сифе и сосипатра над этими отрядами и устремился на тимофея который имел при себе 120 тысяч пеших и 1500 конных когда узнал об тимофея приближение иуды то отослав жен и детей и прочий обоз так называемый корнеон ибо эта крепость была неудобна для осады не наступна для по тесноте своей местности ну количество воинов здесь просто огромное некоторые исследователи считают что скорее все такое некое преувеличение либо речь идет не только о всех войнах но и как бы а и обузе значит город корнеон вернее крепость который корнеон называется это название связано с рогом и тоже есть разные локализации этого места где ну сложно сказать когда же показался первый отряд иуда страх напал на врагов и ужас объял их от явления всевидящего они обратились бегцы стремились один туда другой сюда так что большей частью поражены были своими пронзаем и острием своих мечей вот это описание когда враги пугаются бегут друг друга поражают он это встречается несколько раз священном писании например в книге судей когда гидеон нападает на врагов он там производит шум враги там бегают по ночному лагерю и друг друга убивают думаю что они воюют с евреями вот здесь тоже самое здесь вот это повторяется и повторяется несколько раз в этой книге иуда настойчиво продолжал преследовать убивать беззаконных истребил до 30 тысяч человек почему эти люди называются беззаконные но с одной стороны потому что они не подчиняются закону божьему но с другой стороны ведь царь который имеет власть над этими людьми он издал указ и договорился с евреями о том что никаких гонений больше не будет и поэтому те кто пошел вслед за тимофеем и теми людьми которые здесь перечислены они просто нарушают закон царя сам тимофей попался в руки бывшие с досефеем и с осипатром с большим ухищрением моляя отпустите его живым ибо у него находились ноги иудеи родители а некоторые братья а некоторых братьев и они не будут пощажены если он умрет когда он многими словами верял в своем обещании то что возвратит их невредимые не отпустили ради спасения братьев ну тимофей конечно гонитель но еще очень хитрый человек потому что никаких евреев заложников у него не было он просто уболтал евреев чтобы они его отпустили потом иуда пошел против корниона и агар от аргантиона и избил 25 тысяч человек значит вот корнион это известно а вот следующее что здесь упомянуто речь не идет о городе это речь идет о храме посвященной одной богини которая изображалась в виде женщины с хвостом рыбы она была такой женской ипостасью бога догона который тоже изображался виде мужчины с хвостом рыбы вот это это храм в этом корнионе и туда как раз этот тимофей отправил отправил людей почему он туда отправил потому что он считал что раз это храм а язычники ну скажем так не нападали на храмы и не трогали тех которые прятались в этом храме значит но для иуды иуда макаея конечно же языческий храм не представлял никакого никакой святыни поэтому он взял и город и этот храм и как сказано избил 25 тысяч человек в этом городе и в храме после победы над ними поражение и поражение врагов естественно иуда отправился против укрепленного города ефрона в котором имел пребывание лисий множество разноплеменных сильных юноши стоящие пред стенами сражались упорно там же находилась большие запасы орудий стрел но они призвав на помощь тесильно сокрушающий своим могуществом сил врагов овладели этим городом избили бывших в нем до 25 тысяч снова огромные числа снова город который можно предполагать где он находится множество разноплеменных то есть разных язычников разных стран город имеет большие запасы оружия может может долго сражаться но евреи берут и этот город дальше они отправляются в город скифов скифов это город скифополь это греческое название одного еврейского города не такой вопрос почему там скифополем называется значит есть несколько вариантов объясняющих это по одной версии там действительно жили скифы которые были наемниками и им выдали но просто землю для жительства по другой версии на самом деле там никакой не скифополь никаких там скифов не было а это попытка передать греческими словами по созвучию древнее название этого города но в любом случае в те времена этот город был языческим хотя в нем жили евреи но как обитавшие там иудеи свидетельствует о благорасположении какой имеет к ним скифские жители и от кротком обхождении с ними время биться и то поблагодарив их и впросив и на будущее время быть благосклонным к роду их они отправились в Иерусалим потому что приближался праздник седмин здесь редкий случай когда язычники евреи живут мирно вот и то что вот евреи язычники жили мирно это спасло этот город от разорения дальше они евреи отправляется в Иерусалим потому что праздник скоро седмин что это за праздник это пятидесятница почему так почему называется седмины значит еврейское название этого праздника шавуот шавуот это множественное число от слова шавуа неделя и праздник очень легко высчитывался 7 недель 7 умножить на 7 от пасхи праздник этот важный потому что вот на этот праздник полагалось ходить в скинию это закон написанный в пяти книжах нужно было сходить сходить в скинию и время на время этого праздника находиться возле скинии здесь скини уже конечно нет есть иерусалимский храм и евреи отправляются в русалимский храм это праздник паломничество хорошо после праздника называемой пятидесятницей пошли они против горгия вы начальника и думе и выступив же иуды с тремя тысячами пеших четырьмя стами конных когда они вступили в сражение случилось пасть немногим из иудеев до сифей же бывший подначальством в океанора всадник муж сильный поймал горги и схватил его за плащ влёк его сильно чтобы взять про проклятого в плен живым на один из всадников ракийский наскакал на него отсек ему плечо и горги бежал в марису ну давайте здесь разбираться значит и думея это территория которая находилась южнее иудеи в ней жили и думеи потомки исава и дометяне еще называли ну вот конечно самые известные думе это и ирод великий но до ирода великого еще как минимум сто лет эта территория тоже входит в царство селивкидов и у них там тоже есть свой стратик вот это начальник значит и думе и при принимали себе язычников которые бежали из иудеи ну и сделали всякие пакости евреям поэтому иуда с ними и воюет до сифей возможно это тот человек который уже был назван раньше а в окинор неизвестно кто это вот его имя больше не встречается значит это до сифей схватил горги пытался его взять живым но фраг всадник фракийский здесь что нужно понять ну фраки это далеко сами фракийцы часто нанимались как войны и особенно конные войны потому что считались такими реально хорошими войнами которые скачут на конях вот и вот этот садник фракийский все-таки спас горгия который убежал в марису это еще один из городов который был языческим тогда же бывшие с ездрином долго сражаясь не могли иуда призвал на помощь господа да будет он начало вождем в сражении начав же на отеческом языке песнопение громким голосом воскликнул неожиданно устремившись на бывший с горгием обратила в бегство вот здесь есть но определенную сложность здесь упомянут ездрин какой-то кто это это имя не упоминается раньше не упоминается позже и есть мнение что вот этим ездрином назван тот же самый горгий который был руководителем или стратегом этого войска там либо описка либо у него был было прозвище которое было известно тогда но сейчас она потерялась вот бог в этой истории выступает начала вождем вот главный командир и то что бог представляется в виде полководца в виде воина в виде командира войска на самом деле это есть в священном писании давайте вспомним такой титул или наименование бога как господь саваоф или как мы переводим господь воинство бог является руководителем войска какого войска есть мнение что это войско небесное то есть ангельское но в то же время можно сказать что он же и командир евреев еврейского войска вот песнопение которое тут пелись громким голосом отеческий язык это скорее всего еврейский язык почему тут об этом сказано значит язык на котором говорили евреи это конечно еврейский самый библейский иврит но когда евреи оказались в вавилонском плену и вернулись с вавилонского плена они стали говорить на родственном еврейскому языку и этот родственный называется арамейский поэтому не произошел такой разрыв в храме и в синагогах читали библию на еврейском языке а между собой они говорили на арамейском да плюс еще мы понимаем что это время эллинизации люди еще и говорили и на греческом языке поэтому такая мешанина языков но вот родной язык для евреев конечно иврит и поэтому они запели песнопения какие песнопения скорее всего это какие-то псалмы в которых прославляется бог как военачальник и понятно почему они пели их на еврейском языке потому что библия написана еврейском языке эта битва заканчивается полной победой враги разбегаются но на этом не заканчивается история и дальше начинается история или события которые важны для нас и для нашей церковной практике потом иуда взял с собой войско отправился в город одолам и там и так как наступал седьмой день он очистить то они очистились по обычаю и праздновали субботу ну давайте здесь седьмой день это естественно суббота значит очистились что это за история что за обычай и что про за очищение значит мы не имеем такой практике как как ритуальное очищение или вообще ритуальная чистота есть нас конечно там какие-то воспоминания об этом какие-то моменты но по большому счету что такое ритуальная чистота мы не знаем поэтому давайте разберемся и тогда станет понятно что зачем они это делали значит с точки зрения ветхого завета даже нет даже не ветхого завета а людей живших в эпоху ветхого завета чтобы приблизиться к богу нужно быть ритуально чистым приблизиться богу и где и когда это происходило это происходило во время поклонения то есть во время культа то есть чтобы участвовать в культе нужно быть ритуально чистым ритуальная чистота это скорее физическое состояние чем состояние духовное чтобы понять что значит ритуальный чистый человек нужно понять что такое ритуальный нечистый Ритуальный нечистый человек – это человек, у которого есть какие-то кожные заболевания, это человек, у которого есть кровоточение из органов, которые находятся ниже пояса. И это человек, который прикоснулся к чему-то умершему. Вот это человек ритуальный нечистый. Соответственно, он не может участвовать в культе. Для того, чтобы все-таки участвовать, он должен пройти определенный обряд или определенные обряды, которые делают его ритуально чистым. Какие это? Это омовение. Он должен совершить омовение, одежду он должен выстирать, если на ней есть следы крови или этой одеждой прикасались к мертвому. И вот после этого он ритуально чистый. Евреи воевали, они покрыты кровью, они касались трупов, поэтому они должны пройти обряд очищения, и после этого они могли участвовать в субботнем богослужении. Хорошо. На другой день, то есть в воскресенье, бывшие с иудой пошли, как требовал долг, перенести тела павших и положить их вместе с родниками в отеческих гробницах. И нашли они у каждого из умерших под хитоны, посвященных и амнистским идам вещи, что закон запрещал иудеям, и сделал все явно, по какой причине они пали. Ну, давайте здесь разбираться. Значит, закон предписывает, вот человек умер, в этот же день его надо хоронить. Значит, но так как суббота, а суббота это особый день, нельзя носить тяжесть, переносить что-то, да и тем более нужно быть ритуально чистым, чтобы участвовать в культе, то тела лежали в течение суток и в воскресенье приходится их собирают и положить в отеческие гробницы. Что это такое, что это отеческие гробницы, давайте разберемся, как вообще хоронили. Значит, человек умер. Человек умер и его нужно было раздеть, натереть маслом, натирали маслом для того, чтобы чуть-чуть сдержать разложение. Вы сами понимаете, температура там огромная, до 50 градусов, очень жарко, поэтому, ну, чуть-чуть, чуть-чуть задержать. Натирали маслом, затем этого человека заворачивали в саван, пеленали, напоминает пеленание ребенка. Иногда обвязывали веревками, но иногда просто пеленали. Затем этого человека брали и несли в гробницу. Гробница представляла собой либо искусственную пещеру, либо естественную пещеру, либо могли быть такие домики сделаны. Ну, чаще всего это пещеры, конечно. Вот. Человека заносили туда, укладывали на специальную полку или стол и оставляли. Затем этот человек разлагался, проходило какое-то время, приходили, собирали его кости. И если, ну, было побогаче, побогаче семья, то эти кости клали в специальную коробочку, которая называется асуарий. Асуарий или косница, складывали эти косточки и вставляли в такую нишу. Ну, естественно, на асуарий делали там надписи, кто это похоронен. Если же это была, ну, скажем так, победнее семья, она не могла позволить себе вот эти костницы, или это была, знаете, как гробница для всей деревни или для маленького города, то, значит, был такой ящик большой, и в этот ящик просто складывали эти кости. И вот это выражение «приложиться к отцам» она имела в виду даже вот физическое. Вот они лежат, кости предков, и к этим костям предкам прикладываются кости умерших. Вот так вот хоронили, поэтому отеческие гробницы – это вот такие семейные склепы. И вот когда собирают эти трупы, становится ясным, почему эти люди погибли. Они украли, собрали, взяли вот этих амулеты, посвященные имскими идолам вещам. Хотя про амулеты – это тоже вопрос. Не обязательно это были вот реально амулеты, то есть маленькие там фигурки этих богов. Значит, идолам могли бы посвящать какие-то вещи, какие-то драгоценности. Там бывает, например, были находят такие находки. Значит, человек исселил, у него исселилась нога, и он делает маленькую ногу и вешает туда. Вот. Поэтому не очень понятно, что имеется в виду вещи, посвященные этим идолам. Это могли быть действительно статуэтки, фигурки идолов, талисманы, либо это какие-то сокровища, посвященные этим идолам. Значит, закон запрещал и делать идолов, и прикасаться к ним. Но более того, даже сокровища, то есть драгоценности, посвященные этим идолам, тоже нельзя было брать. Это запрещал закон. Поэтому вот эти люди, которые погибли из-за этого, они могли взять как талисманы, как так могли просто взять и золото. И то, и другое является нарушением. В книге Иисуса Новина один из персонажей украл чашу. Из-за этого весь еврейский народ потерпел поражение. Здесь, конечно, все закончилось победой, но вот эти иудеи пали. И книга говорит о том, что они пали вот именно из-за своего нечестия. Итак, все прославили праведную судью Господа, открывшая сокровенное. Ну, почему здесь говорится о суде, как Господь, как судья? Потому что он наказал тех, кто нарушает его закон. И обратились к молитве, прося, да будет совершенно изглажен содеянный грех. А доблестный Иуда увечу, а народ хранит себя от грехов, видя своими глазами, что случилось по вине падших. Значит, вот здесь, о чем молятся они? Совершенно изглажен содеянный грех. С одной стороны, можно понять так. Пускай этого греха у евреев больше не будет. То есть, никакой евреи больше не будет брать что-то, посвященное Идолу. С другой стороны, можно понять и так, что молятся, чтобы Бог простил вот этот грех, который совершили павшие евреи. Можно понять и так, и так. Скорее всего, второе, потому что дальше приносится жертва за умерших. Сделав же сбор по числу мужей до двух тысяч драхм серебра, он, то есть Иуда Маковей, послал в Иерусалим, чтобы принести жертву за грех. И поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя в воскресенье. Ибо если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне напрасно было бы молиться о мертвых. Значит, что делается? Собираются деньги, деньги отправляются в Иерусалим. В Иерусалиме на эти деньги покупаются жертвы и приносятся. Приносятся от имени или за тех, кто погиб в этой битве, у кого нашли эти сокровища. Почему? Значит, и здесь причина воскресения. Здесь не говорится о жизни после смерти, до воскресенья. Здесь четко про воскресенье. Все люди воскреснут. И вот то, что приносится жертва, приносится жертва в надежде, что Бог во время воскресенья простит тем, кто согрешил, их грех. И они будут прославлены, то есть получат Божью награду. Об этом говорит следующий стих. Но он помышлял, что скончавшимся в богочестью готовна превосходная награда, какая святая богочестивая мысль. Посему принес за умерших он властивительную жертву, да разрешаться от греха. То есть Иуда, ну не один, конечно, Иуда, а кто был вместе с ним, надеялись, что если они принесут вот эту жертву, Бог простит евреям их грех. Значит, вот здесь мы сталкиваемся с историей, когда евреи считали, что можно молиться за умерших. Значит, здесь нужно разобраться с этим текстом с разных сторон. Ну, во-первых, конечно, можно сказать, подождите, ну здесь описывается это один раз. И в канонических книгах Священного Писания не говорится о том, что нужно молиться за умерших, приносить за них жертвы. Вообще нет никакого заупокойного культа в канонических книгах, просто нет. Ну вот, умер человек, его помазали маслом, завернули, положили, все. Здесь же идет принесение жертв. И с чего Иуда это взял? Ну, можно сказать, напомнить, что Иуда не является пророком, и он как бы не может вводить что-то новое. Скорее всего, у евреев вот это учение или практика о молитве за умерших уже была. И Иуда, вот так поступая, он поступает, ну, по такой традиции, которая уже есть. Потому что он надеется, что это будет. В этой книге эта практика описывается как хорошая. И надеется, что в воскресшие будут, их грех будет прощен. Когда мы обращаемся к Богу в молитве за умерших, мы тоже просим о том, чтобы Бог простил людям их грехи. Ну, и во время воскресения, да и до воскресения даровал спасение. Это хорошая, богочестивая мысль, как сказано в этой книге. Хорошо. Мы с вами прочитали 12 главу второй книги Маковеев. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин. И мы с вами были на портале Экзегет. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...